Всех приветствую, добро пожаловать в виртуальную реальность, и постараюсь очень коротко, потому что задавали вопросы в ВК, в личке, задавали на стриме и будут задавать их еще до релиза, анонс, Армагеддона и обновления Марс. Тема сегодняшнего выпуска. Как получить бесплатные подарки при регистрации нового аккаунта Warface? Очень просто. Можно получить М16А3 стужа и другие пушки и модули на 7 дней. Или лучший варбаксовый пулемет для ПВЕ и боевое снаряжение на все классы с восстановлением брони и здоровья. Можно получить вип-статус и оружие джунгли, дойдя до 11 уровня. Или получить вип-ускоритель и оружие неон на все классы. А также платиновая коробка с кучей пушек внутри. Ссылки в описании. Приятной игре и легкого старта. И не забывай, что за привязку мобильного номера к аккаунту Warface не гарантированно получаешь вип-ускоритель. Прошел анонс Армагеддона и обновления Марс. Все это еще недоступно. Вы можете сделать только предзаказ Армагеддона, а Марс обновления как таковой еще нет. Все это будет в июне. То есть в мае ничего не ждем. Это был только анонс. Это что касается обновления Марс. Пока нет обновления и Армагеддон выполнения заданий недоступны, вы можете посетить промо-страницу Марс. Ссылка на нее я оставлю в описании. За репост забираете пушку. За выполнение легкого задания 200 противников на мясорубке любым классом в быстрой или созданной комнате без разницы получаете из серии Драконоборец навсегда. Файлы будут расшифровываться и дальше. Подарки, какие будут, вы видите, но не видно срок и что это, камуфляж или оружие из серии. Это то, чем можно заняться в данный момент, пока нет Армагеддона и пока не вышел Марс. И просто в ужасе постараюсь пробежаться, но задеть самые главные моменты. Армагеддон. Это страница боевого пропуска. Доступ у меня уже открыт, потому что я купил предзаказ. Армагеддон. Купил я обычную версию, потому что в расширенной версии, помимо того, что мы получим в обычной, мы получим еще сверх дым. Дыма нам по синдикату знаем, сколько много. Десятки тысяч там их сыпятся. И какой-то непонятный ящик. Непонятно, для чего он нужен. Непонятно, как он будет открываться или что-то туда складывать надо. Я решил пока его не брать. Поэтому взял обычный доступ. Единственное, что сейчас можно посмотреть на странице, это в первую очередь пушки. Две серии есть Деймос и Фобос. Что хотелось бы подчеркнуть, это то, что это Синдикат 2.0. Но еще и дополнение. Будет лаборатория, в которой мы можем крафтить оружие на время и навсегда. Я полагаю, что серия Деймос это как раз лабораторное оружие. Либо серия Фобос лабораторное оружие. Короче, одна из этих серий. Какие здесь пушки, я просто пролистаю. Я уверен, что вы знаете все по названию, даже не читая, как они и что они из себя представляют точнее. Так что в презентации они не нуждаются. Просто пролистаю, посмотрите сами. Что касается Деймос или Фобос, мне больше нравится серия Деймос. Более сдержанные цвета, нет каких-то кричащих элементов. Но Фобос в Винчестере, кстати, неплохо выполнен. Симпатяшный такой. В серии Фобос оружие, я считаю, более мощное. И я полагаю, что Фобос серия будет из коробок, из контейнеров этих ключ и плюс кейс. Вот. Ну либо одну из этих пушек можно будет навсегда забрать за прохождение всего Армагеддона. Что касается серии Деймос, я полагаю, что она будет выдаваться либо за ап определенного левела в дополнении Армагеддон, либо будет крафтиться в лаборатории. Да, будет лаборатория, в которой мы будем собирать оружие, как я уже говорил, на время и навсегда. Выбираем класс и будем работать над пушками. Сет Армагеддон, перчатки, ботинки, шлем, броники. Это Синдикат 2.0. Очень мощная броня, очень плотная, жесткая, непробиваемая, но очень медленная. Законы физики соблюдены. Тяжелая броня, хорошая защита. Соответственно, скорость рывка очень низкая. Мне сет, как таковой, на все классы не интересен. Но собирать я его в любом случае буду, во-первых, для коллекции, а во-вторых, может быть, какие-то вещи, может, какой-то элемент снаряжения из Сет Армагеддон сможет отлично гармонировать с другими элементами снаряжения на мои любимые классы. Это штурмовик и снайпер. Тайфун F12. Это оружие, дробовик, который можно будет крафтить, как крафтили мы АК Альф за ресурсы, как крафтили мы АК Альфа, Крис Кастом и Кракен. Дробовик зажимной, похож визуально на Дерью, стреляет так же, как и Дерья, это зажим. Так что поживем, увидим, насколько это оружие жесткое. Я думаю, что немножко хуже Ускона будет, но что-то примерно на уровне. И, конечно, достижения. Глядя на условия получения этих достижений, можно сделать какие-то выводы и предположить, что нас ждет впереди. В Армагеддоне доступ к событию, пятый личный прогресс, будет временное оружие в лаборатории. Разные категории заданий, 50 простых заданий. То есть будут простые и сложные задания. Можно будет крафтить в лаборатории оружие на постоянку. Снаряжение собирать Армагеддон. Боевые очки будут, это те же черепки по значкам, что нам расскажут. Это будет турнир. Личный прогресс еще раз. У нас временное оружие, задания, постоянное оружие, сеты, снаряжение. 12, 6, 60, 84, 108 заданий как минимум будет. Это точно. Нашивки. Получить уровень пятнадцатого личного прогресса. Временное оружие в лаборатории. Базу до максимального уровня. Значит, будет еще и база помимо лаборатории. Минимум 10 пушек в лаборатории мы можем делать на постоянку. И это, скорее всего, будет Деймос вангую. Это будут недельные задания, будут ежедневные, скорее всего, задания. Будет лаборатория, будет база. Все это будет надо прокачивать, для того, чтобы была возможность крафтить какие-то более интересные пушки. Более интересные это раз, но еще и навсегда была возможность крафтить эти пушки. Это два. Это все, что можем мы сейчас посмотреть на странице Армагеддона. Ждем релиза. Постарался максимально кратко и быстро. Я не знаю, успеете уловить мысль или нет, но лучше всего, если вы еще пока не определились с тем, покупать или нет, и какой сет покупать, обычный доступ или расширенный, лучше подождите релиза. Ну, а я лично брал простой доступ, просто потому что непонятно, что за кейсы 5 штук, кот в мешке, дым, я и так нафармлю 20 левелов. Это первые левелы, которые фармятся там за 2-3 дня игры Warface. Так что меня не привлек расширенный доступ, поэтому я брал именно обычный. На этом все. Всем удачи. Ждем релиза. Буду держать в курсе событий. Надеюсь, сам не пропущу. Ну и с вами, конечно, поделюсь инфой. Всем пока. Приятной игры. До следующих видосов и трансляций. До связи. Давно у меня такого не было. Есть пинкорики. Спасибо огромное Михаилу, он же Ланс Ланс у нас в чатике. Будем разыгрывать шлемы Магма. Навсегда. На все классы. Буду разыгрывать в конце следующей недели. Условия такие. Вам необходимо оставить комментарий под этим видео. В комментарии обязательно должен присутствовать плюсик. Знак плюса. И обязательно надо будет присутствовать на трансляции. Оставляйте любой комментарий. Главное, чтобы там был знак плюса. И приходите обязательно на трансляцию, которая будет в конце следующей недели. У меня все. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok